Друзья, всем привет! Сегодня мы будем заниматься разбором фристайловых элементов То есть это какое-то некое продолжение школы FPV который начинал год назад и на самом деле с тех пор много воды утекло мои взгляды некоторые изменились кое-что появилось в мире симуляторов например интересного ну и так далее, то есть на данный момент уже учиться FPV стало гораздо легче и проще Итак, первый элемент всего этого дела это ролл, то есть обычная бочка вот у нас есть с вами квадрокоптер который я предлагаю, что вы уже знаете азы то есть спокойно и уверенно рулите коптером перед собой можете красиво нарисовать восьмерку а стрелем мы сейчас уже научим ролл исполняется следующим образом у вас квадрокоптер летит вперед вот так туда после этого есть два варианта ролла есть более современный тип и есть более старый старый тип это просто вы дергаете ручку ролла вправо тогда коптер проворачивается по этой оси и возвращается в центр при таком раскладе камера иногда описывает такую конусообразную фигуру получается у вас горизонт немножко получается съезжает в этот момент и камера смотрит не в одну точку во время переворота в некоторых случаях это расценивается блин у меня конец атака сотворился где мы пояльничаем а есть второй вариант более современный который современный фристайлер все чаще практикует это когда вы используете яв для того чтобы компенсировать то что камера наклонена получается коптер не вокруг этой оси вот так поворачивает а вокруг вот этого получается луча вот так вот вот так вот как в одном варианте мы дергаем просто стики сюда и туда а во втором миксую немножечко с явом что вообще хочется сказать в первую очередь когда вы начинаете сделать фристайловые фигуры не надо пытаться его подруливать подруливание это самое худшее что можно делать то есть вы вроде как выровняли коптер он идет начало немножко заводить вы его опять хоп выровняли опять он ровно идет потом опять куда-то завернул опять вы выровняли вы должны все время вести аппарат то есть ручка в центре быть вообще не должна нет есть такие фигуры когда вы ну я даже не знаю очень редко встречается когда ручка находится в центре все время вы тянете то в одну сторону коптер то в другую даже если чуть-чуть малейший градус это уже заметно то есть вы чуть-чуть тянете коптер вперед назад вправо влево за счет этого складывается ощущение что вы вот этот плавные переходы от одного элемента к другому ведете если же вы начинаете дергать и подруливать то это сразу заметно что уровень не тот поэтому если хотите летать как про не подруливайте это самое худшее да если вы например летите в дерево там уже приходится обрубать ваш получается комбо лист и куда-то выруливать но если у вас обычный фристайл старайтесь вести от одного элемента к другому переходя от одного дерева к другому что-то комбинируя пытаясь что-то сделать кроме этого одно из самых таких фундаментальных понятий во фристайле это не касается гонок или еще чего-то но какой-то мере тоже там это можно применить никогда нельзя останавливаться вы всегда летаете по самолетному даже если вы ведете куда-то боком коптер это должно быть все таки в каком-то движении на месте зависать практически нельзя то есть даже самых сложных ситуациях когда какой-то сложный трюк готовите это все равно должно быть в переходе потому что так вы контролируете лучше его и траекторию и скорость и инерцию и плавность появляется а сайта самое главное и так учитывая то что мы считаем что мы уже что-то умеем мы взлетели и летаем перед собой первого на первое естественно важно понимать что для того чтобы сделать трюк нам нужно какое-то время в воздухе и нужна какая-то инерция для того что получить инерцию нужно уметь давать газку отпустил участие например резко поднял резко опустил за это коптер так пошатался если давать плавно газку и плавно подхватывать потом то особо не заметно что коптер покатился или что-то еще соответственно вот пока коптер идет по этой дуге по инерционной даже несмотря на то что пропеллер мало вращается у нас есть возможность сделать все трюки которые нам нужны кроме того ролл для того чтобы сделать максимально красиво обычно люди выравнивают горизонт как это сделать сказать сложно вам нужно знать заранее где вас горизонт вот у меня он здесь поднимаю сюда четенько вышли опять же не торопимся спокойно поворачиваем вверх повернули выровняли понятно это делается быстрее и более плавно то есть идем 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 в конце после выхода получается я даю немножко газку и копты получается плавно идет дальше еще раз газку даем поворачиваем выводим дальше еще раз идем да им газку поворачиваем выводим горизонт горизонт przyzondue советуют людям ввести плавные если вы вначале ведете резче то ближе к концу немножко делаем такое замедление чтобы точно вывести в горизонт в то положение которого нужно в общем в обычном роли никаких проблем нет я кроме того что вы должны правильно поймать момент когда давать газ и когда снова подхватывать газ после того как вы даете стопроцентный или там повыше в общем тапочку жмете газ уходит в ноль чтобы не мешать вам сделать трюк затем соответственно этим газку переворачиваетесь дайте газку переворачиваетесь выводите в горизонт газку переворачиваетесь в горизонт если делать быстро то есть шанс что вы не попадете в горизонт поэтому плавненько не дергая подхватываете планика поворачиваете замедляетесь горизонт плавненько поворачиваем замедляемся горизонт ну в общем не совсем не идеально получается это можно тело по отрабатывать а когда вы ведете коптер в последовательном режиме то есть подряд делаете трюки то это проблема вообще нет то есть вы делаете про и даже если вы увидели что-то не до конца вы можете вывернуть сюда развернуться сделать опять ролл попробовать какую-то такую шнягу замутить право-лево полетать и так далее кроме того не забывайте что если вы сделаете коптер горизонт он более ровно взлетит более ровно отработает переворот второй тип это когда вы компенсируете наклон камеры доворотом по яву сейчас я попробую это продемонстрировать вот приблизительно кого даете газку мягко получается в обратную сторону яв работает но это все делается опять же очень не спеша если вы перебачиваете ява то у вас коптер начинает заворачиваться перебачиваете ролла то опять же вас коптер вращается ну только другую сторону для того чтобы коптер ровно шел по горизонту нужно подбирать это значение хорошие фристайлеры которые летают на одном коптере долго они это значение отлично знают это очень сильно зависит от скорости от угла в котором идет коптер и так далее то есть одного рецепта нет вам нужно попытаться это почувствовать то есть вы даете газку выравниваете при этом коптер выравнять в горизонт не обязательно то есть если в том режиме вы мы выравнивали горизонт и давали поворот так конечно его сделать проще он вроде как ровненький красивый это просто коптер просто наобок ложится кроме того естественно когда начнете крутить элементы подряд такой проблемы не будет что что-то неровненько и всегда это можно выровнять ну каким-то таким образом чутка туда-сюда болтая коптер вы избегаете того что это выглядит как-то неестественно кроме того по поводу того как давать газку еще я хотел бы уточнение небольшое сделать а такой небольшой секретик мы идем вдоль земли на небольшой высоте например но для приличной скорости выравниваем вверх и коптер нас полетел про как получается практически идеально вверх значит этого верхней точке нас достаточно много времени если же просто идите прямо и даете газку то коптер совсем чуть-чуть поднимается вверх поэтому для любого трюка если вам нужно больше времени чем нифига то есть то есть если вы просто вы идете прямо даете газку и переворачивать то вас как бы можно что-то успеть сделать например да вот так но если вам нужно больше времени то я предлагаю все-таки поднимать нос и потом уже крутить мы идем на скорости поднимаем нос и вот можно здесь например такой ролл прокрутить здесь времени очень много для того чтобы все успеть сделать главное смотреть чтобы коптер не назад улетал а именно вверх это тоже подбирается исходя из скорости угла камеры и так далее то есть вы идете вперед вот так поп и потом обратно вниз и горлови его 11 вольт 11 вольт целом вот таким образом исполняется всякие роллы перевороты там есть несколько мелких нюансов которые нужно помнить но в целом это очень простой трюк и его очень легко перевести в другие поскольку вам не нужно какой-то дополнительной подготовки вы любой момент можете поднять нос подлететь вверх перевернуться и улететь дальше дальше если вы не идеально выходите в горизонт можно вывернуть куда-то то есть элемент действительно легкий я надеюсь что вам достаточно понятно это объяснил попробуйте его сделать сделайте видос можно даже двр-ку и кидайте все в описании будем учиться вместе